Итак, Давид Микропула, 99-го года рождения, рекорд у него 5-0. Это полулёгкий вес, категория 66 килограммов, и тоже очень хорошие антропометрические данные, 183 сантиметра. Представляет он клуб «Стрела», тренируется под руководством Георгия Кикелия, сам в прошлом Гоша очень сильный боец ММА. Не знаю, сейчас выступает он или нет, но то, что он занимается тренерской деятельностью, это совершенно точно. Ну и мы видим, да, что у Давида греческие корни, опять же, исходя из его фамилии. Чемпион Москвы по Пакратиону, призёр турниров по грэпплингу «Бладен Суэт». А также призёр турниров «Event for Night Global», призёр различных турниров по Пакратиону. Его базовый стиль — это грэплинг, то есть это базовый борец. Да, Давид «Undisputed», «Undifited». Человек, не знающий поражений, 5-0 у него. Очень хороший, яркий, перспективный молодой парень. Сегодня будет встречаться с таким же бойцом, не знающим. Победа. Зеленолупидовым Курбаном. Не знающих поражений. Не знающих поражений, извиняюсь. И человек, знающий 4 раза, что такое победа. И также в прошлом турнире «ФФС-2» Курбан стал обладателем нашего пояса. И как он сказал на взвешивании, я своё просто так никому дарить не собираюсь. И это правильно. Поэтому сегодняшняя встреча будет для кого-то, станет единичкой в рекорде. В графе поражения. Да. Пожалуйста, это по-моему, что вы с вами. Курбан Зайнула. Привет! Итак, Зайнула Бидов, Курбан Зайнула Бидович. Рекорд, как мы уже говорили, 4-0. Человек, идущий без поражений. Чемпион «ФФС». В весовой категории до 70 кг. Рост Курбана 176 см. Представляет Россию, Дагестан. Воспитание клуба «Файт Про» Медведкова и «Файт Клаб» Universal Fighters. Тренируется под руководством Дудаева Теймураза. Курбан является чемпионом Москвы по панкратиону, кандидатом в мастера спорта по панкратиону, чемпионом ЦФО по профессиональному боевому самбу и чемпионом всероссийских турниров по грэпплингу. Стиль, базовый вид спорта – вольная борьба. Ну, я думаю, что для дагестанских ребят это, в общем-то, неудивительно. Вообще ходят такие шутки, что если родился на Северном Кавказе, у тебя автоматический разряд по борьбе уже сразу. Борьба – вольная республика, довольная. Да. Кстати, что касается выступлений обоих, то Давид Микропола из своих побед одержал… У него есть победы и нокаутом, но, конечно, большая часть побед одержана именно сабмишином. То есть там были и треугольники, были и другие удушающие приемы. Не зря у него стиль грэпплинг. Да, 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 совершенно верно. Является представителем этого вида спорта в стиле боевых искусств. Ну, а взаимного вида в курбан является представителем вольной борьбы. Грэпплинг и вольная борьба. Было бы здорово, если бы Давид был представителем бразильского джиу-джитсу, и мы бы сегодня посмотрели на вольную борьбу и на джиу-джитсу. Грэпплинг и вольная борьба. Как Давид уже в октагоне ждет своего оппонента. Ну, а курбан, заряжен курбан. Да, такой, кстати, атлетичный парень. Да. Хорошо готов, видно. Все мы с вами помним его бой на FFC 2. Очень кровавый такой бой, где он показал характер, то, на что он способен. Ну, и сегодня всем мы с вами ждем... Сечи. Сечи. Октагон у нас белый. Хотелось бы немного красок добавить туда. Ну, фигурально и... Заходит курбан в октагон. Октагон у нас белый. Вольная борьба. Сечи. Сечи. Октагон у нас белый. Приняку. Ого. и критодис SAT ,Diosh!" Он трAH portfolio из области corrugged Бойцы в центре Уважаемые города в суши райднам stripes Завершающие зрители алятсоtek 슈хи染 позволяет свою dramatically За расчетом ждать ветку имеет enter Гая холм с 93 фантастом respect, пожалуйста О, во Так, все готово к старту. Орес, Орес, кричат болельщики. Напоминаем, это они призывают Давида. Хорошо, так сейчас под опорную ногу пробивает Курбан. Идет вперед Орес. Не лети, кричат ему. Да, видимо, также, конечно же, в углу у Давида Георгия Кителия, который как раз находится сейчас неподалеку от эпизода, где происходит поединок от места, да, вот от этого самого хорошее попадание хаммерфистом от Курбана. Переводит Давид. Курбан, вперед, и пытается забрать позицию. Да, но опять же, да, мы говорим о том, что база у Давида – это грэпплинг. То есть, конечно, он будет пытаться бороться здесь. Прихватил пока что ногу соперника Давид. Ну и Курбан является представителем вольной борьбы, поэтому для него борьба – это не новшество. Ну, опять же, да, вольная борьба все-таки там нету борьбы в партере. Вот этот перевод, да, хороший перевод. То есть в грэпплинге борьба начинается, как только оказываются в партере, да. В вольной борьбе надо соперника положить на лопатку. Так, и пытается улучшить свою позицию Давид. Поднялись обратно в стойку. Продолжается работа в клинче. Наносит Курбан серию ударов. Работа коленями. Да, надо контролировать Давиду, микрополу своего оппонента. Ну, а Курбану, в свою очередь, напротив себе контроль возвращать или же разрывать клинч. Хорошо ты делаешь. Аккуратно на подхват идем. Очень хороший контроль в исполнении Давида. Хорошо, тучи. Дэй, дэй, дэй. Тучи, дави, стучи. Хорошо, работа. Пытается также на ближней дистанции отработать Курбан. Используя локти. Забирает ногу Давид. Пытается перевести Курбана в партер. И Курбан сам садится в эту позицию. Забирает ногу. И вытягивает опорную ногу. Для того, чтобы повалить на спину. Мы видим вот этот контроль ног. Практически, который мог бы осуществить здесь Давид. Аля Хабиб Нурмагомедов. Когда в бою с Барбозой. Ну и с другими соперниками своими. И вот сейчас, мне кажется... И очень неудачно. Допускает ошибку Давида. Микрофула. И тут же оказывается сверху Курбан. Позиция Хабгард. Курбан располагается сверху. Две минуты у него еще есть. Поддержка Давида со стороны болельщиков. Понимают они, что ему эта поддержка очень сильно сейчас нужна. Проросый локоть. В выгодной позиции он находится. Закрывает гард Давид. Да, и кричат, конечно, Давиду работать снизу. Потому что можно бить локтями. Ну и тем более Давид Грэплер. Да, то здесь... Здесь, возможно, различные варианты. Полтора минуты до конца. Ну и в частности, попытался вроде бы вывести себя на захват треугольник Давида Микрофула. Но нет, не получилось. Здесь Курбан все очень четко отконтролировал. Поднимается на ноги Курбан. Да, вот опять же, с такой позиции можно носить хорошие амплитудные удары. Тем более, что голова Давида прижата к сетке. Убирать голову некуда. Минута до завершения первого раунда. Здесь хороший контроль обеспечивает сейчас Курбан. Прихватывает руки соперника. И пытается перейти. Более выгодную для себя позицию, но не дает. Давиду пропускает. Жесткий удар слева еще раз. Пропускает сильный удар. Как мы видим, Нек не может одной рукой защищаться Давид. Курбан закрыл ему другую руку. О, жесткие удары проходят у Курбана. И вот здесь как бы, не знаю, насколько способен еще терпеть. Да, надо подниматься Давиду сейчас. Как-то себя обезопасить. А Курбан продолжает гнуть свою линию. Наносит жесткий удар с левой руки. Попытка выйти на гильотину в стойке. Забирает шею. Гильотина в стойке пройдет или нет. Слишком сильный захват. И должен быть контроль. Контроль ногами 10 секунд. Но не знаю, успеет или нет Курбан забушить. Но, скорее всего, нет. 10 секунд. Позиция была очень опасная. Все. Все, уснул. Да, уснул Давид Микропола. Да, надо быстрее, быстрее в клетку идти представителям, чтобы Давида приводить чувство. Вот так, за 10 секунд буквально. Да, 10 секунд буквально. Да. Картина, скажем, не самая веселая сейчас. Хотелось бы пожелать Давиду Микропола здоровья, чтобы он побыстрее пришел в себя. Да. Одерживает победу Курбан. И остается у нас чемпионом FFC весовой категории до 70 килограммов. Причем он задушил борца. Он задушил хорошего борца. Надо отдать должное Давиду. Не постучал Давид. Держался до самого конца. Но вот опять же, вот на твой взгляд, правильно это или нет? Если реально можешь объехать. Возможно, Давид знал, что это концовка. И прозвучит ком. Он терпел. Да, именно ради этого он терпел. Если бы это было в начале, мне кажется, ну, там нужно было бы подумать, стоит ли оно этого. Пришел в себя Давид Микропола. А у нас чемпион М1. Абукар Яндиев. Да, 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 совершенно верно. Вышел в октагон для того, чтобы наградить ребят. Поприветствовал бойцов. Что очень интересно. Абукар перед тем, как зайти в октагон, снял обувь. Дабы дать уважение октагону, что в октагоне нельзя ходить в обуви. Человек, который уважает спорт, сейчас будет награждать победителя этой встречи. И за три секунды до конца. Да, вот так. Действительно, я с тобой согласен, скорее всего, Давид терпел, чтобы перейти в другой раунд. Но вот так получилось. Курбан за его пиво! Энд стил, как говорят, остается у нас Курбан чемпионом. В весовой категории до 70 килограмм. Как он и говорил, свое он просто так никому отдавать не собирается. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok